Вы когда-нибудь задумывались, что все динозавры — это разнообразный надотряд, включающий как мелких и безобидных представителей, так и настоящих чудовищ. Самые опасные из них — крупные и сильные особи с острыми когтями и зубами. Давайте вместе погрузимся в мир динозавров и поймем, что эти древние существа — не просто выдумка фантастов. Они действительно существовали на Земле 201 миллион лет назад. Десятую строчку нашего с вами хит-парада занимает ирритатор. В далеком прошлом на территории современной Бразилии обитал этот хищник. Только представьте, это было около 110 миллионов лет назад. Иритатор не был ни самым крупным, ни самым мелким динозавром. Длина от носа до кончика хвоста — от 7 до 8 метров, а рост в высоту — примерно 2,5 метра. Но это не значит, что он был безобидным. По черепу удалось установить, что челюсти у него были похожи на крокодильи. Благодаря этому он легко мог доставать рыбу из воды, ведь именно рыба являлась частью рациона иритатора. А иногда даже лакомился небольшими травоядными динозаврами. Монстр мелового периода быстро передвигался на задних лапах, которые имели весьма необычное строение — по три больших пальца и одному маленькому. Большие пальцы вместе со стопой служили опорой, а маленький палец даже не касался земли. Как и у других представителей семейства, на трехпалых передних лапах иритатора имелся огромный серповидный коготь — отличительная черта всех динозавров этого семейства. Интересно, что вид иритатора упоминается в книге Артура Конана Дойля «Затерянный мир». Смело делаем вывод, что ловкость и проворность полностью компенсировали его небольшие размеры, и двигаемся дальше. На девятом месте в нашем списке — Велоцираптор, снова представитель мелового периода. Этот динозавр жил около 73 миллионов лет назад. Его ископаемые остатки впервые были обнаружены в Монголии. Велоцираптора можно назвать одним из самых известных. Он был значительно меньше крупнейших представителей своего подсемейства — доктораптора, ютораптора и ахиллобатора. Но при этом обладал рядом прогрессивных анатомических черт. Он был двуногим плотоядным с длинным хвостом и увеличенным серповидным когтем на задней части стопы. Эти когти, как полагают ученые, использовались для того, чтобы схватить и выпотрошить добычу. Это был небольшой динозавр — до полутора метров в длину, от 40 до 70 сантиметров в высоту и весом до 20 килограмм. Хотя некоторые исследователи считают, что он мог весить и до 24 килограмм. На задних лапах Велоцираптора было четыре пальца, но один из них был недоразвит и не участвовал в ходьбе. Этот хищник передвигался только на двух пальцах — третьем и четвертом. На втором пальце располагался внушительный изогнутый коготь. Долгое время считалось, что именно этот коготь был основным оружием Велоцирапторов для убийства и разделки жертв. Однако дальнейшие исследования показали, что эти когти не использовались как лезвие. Причина кроется в их строении. Внутренний изогнутый край когтей был закругленным, а острый кончик не разрывал кожу животного, а лишь прокалывал ее. Следующий ящер — не только один из самых опасных динозавров, но и звезда нашумевшего фильма «Парк юрского периода». Каждый, кто смотрел его, наверняка запомнил этих ужасающих монстров с полным ртом острых зубов и двумя яркими грибнями на голове. Это дилофазавр, друзья! Он расположился на восьмой строчке хит-парада. Длина самого крупного экземпляра, останки которого удалось получить ученым, достигала 7 метров, а масса — примерно 400 килограмм. Эти ящеры передвигались на задних лапах, однако передние конечности у них тоже были сильными. Дилофазавры использовали их для нанесения смертельных ран. Интересно, что представители этого вида обладали необычной способностью. Они могли приседать и отдыхать в позе, напоминающей ту, которую принимают современные птицы. В 1990 году американские палеонтологи Стивен и Сильвия Черкас выдвинули гипотезу о том, что строение таза дилофазавра могло быть приспособлением к жизни в воде. Они предположили, что вода помогала животному поддерживать свой вес, и что оно могло быть хорошим пловцом. Однако ученые усомнились, что динозавр был исключительно водным обитателем. Строение задних конечностей дилофазавра позволяло ему быстро и проворно передвигаться на двух ногах. Это ставит под сомнение его ограниченную способность к передвижению в водной среде. На седьмом месте таинственный мегалозавр – двуногий гигант, ставший первым динозавром, останки которого обнаружил человек. До сих пор не удалось точно установить, как он выглядел, ведь ни одного полного скелета не найдено. К сожалению, этот ящер был изучен только по ископаемым остаткам из ряда местонахождений Великобритании. Палеонтологи обнаружили лишь фрагменты скелета – челюсти, несколько позвонков, тазовые кости и заднюю конечность. В конце XIX века ученые представляли мегалозавра прямоходящим. Основываясь на скудных данных, они воссоздали скелет динозавра в виде скелета рептилии, которая ходит на двух ногах и опирается на толстый хвост. Однако новые открытия позволили более точно восстановить облик мегалозавра вместе с его костями. Известно, что некоторые представители этого вида достигали в длину 9 метров. Только вслушайтесь, 9 метров – это трехэтажный дом. У них была длинная и подвижная шея, короткие передние и мощные задние конечности. Но особый ужас, согласитесь, наводят зубы мегалозавра. Длинные, крупные, с загнутыми вовнутрь кончиками для удержания добычи. Платоядный хищник весом в 1000 килограммов быстро передвигался, что позволяло ему эффективно охотиться. Тот, кто опередил мегалозавра на одну позицию, не только вас удивит, но и протестирует вашу дикцию. Давайте попробуем по слогам. Готовы? Кархарадонтозавр. И он занимает шестое место. Кархарадонтозавр – настоящий гигант даже среди динозавров. Эти чудовищные ящеры обитали на территории современной Африки и достигали невероятных размеров. Длина их тела составляла 16 метров, а высота – около 4 метров. Это делает их одними из самых крупных хищных присмыкающихся всех времен. До наших дней не сохранился ни один полный череп Кархарадонтозавра, но даже отдельные его фрагменты впечатляют своей мощью. Некоторые зубы этих древних ящеров достигали 20 сантиметров в длину. Вероятно, они охотились на титанозавров – травоядных динозавров длиной до 40 метров. Этот факт как нельзя лучше демонстрирует силу и мощь Кархарадонтозавров. Впервые Кархарадонтозавр был описан по двум зубам, найденным в меловых отложениях Алжира. А уже Эрнст Штромер выделил его в отдельный вид на основании неполного скелета из формации Бахариджа Египта. Как и у его сородичей, у Кархарадонтозавра была относительно короткая и прямая шея, крупная голова и короткие передние лапы. Череп был относительно низким и узким, а челюсти напоминали ножницы. Испугались? На мой взгляд, рановато. Впереди у нас пятерка лидеров. Спинозавр открывает топ-5. Это один из самых загадочных и удивительных представителей мира динозавров, расположившийся на пятом месте. Его название с латыни дословно переводится как «шипастый ящер», что отражает одну из главных особенностей его внешнего вида. Из-за недостатка материалов представления о внешности спинозавра несколько раз менялись. На сегодняшний день считается, что этот динозавр вел водный образ жизни и передвигался на двух конечностях. Спинозавр имел трапециевидный парус на спине, который являлся особенностью строения позвоночника. Он был образован огромными отростками спинных и хвостовых позвонков. Это был крупный вид динозавров. Представители в длину достигали 16 метров и имели массу от 7 до 10 тонн. Узкие и длинные челюсти спинозавра были усеяны большими острыми зубами, а цепкие когти помогали ему охотиться на добычу. Ученые предполагают, что спинозавр охотился только на тех особей, которых мог проглотить целиком, в том числе и водных. Строение челюсти этого монстра весьма специфично. Поэтому ученые предполагают, что он предпочитал определенную пищу. Спинозавр остается одним из самых интересных и загадочных видов динозавров, и исследования его останков продолжаются, чтобы раскрыть все тайны этого древнего животного. Кстати, именно спинозавр, появившись в вам фильме «Парк Юрского периода 3», завоевал популярность и стал главным злодеем этой картины. Любители аниме с нами. У меня есть интересный факт специально для вас. По «Короле динозавров» есть удивительный персонаж. Спинозавр по имени Спайня. Это водный боец, которого возродили в Египте. Более опасный, чем спинозавр. Но всего лишь на одну строчку хит-парада «Гиганатозавр». И он занимает четвертую строчку. Это один из самых крупных хищных динозавров, обитавших на Земле в Юрском периоде. Его останки были обнаружены в 1995 году на территории современной Аргентины. Длина тела гиганатозавра достигала от 12 до 15 метров, а вес составлял около 8 тонн. Этот вид входит еще и в пятерку самых крупных тероподов. В этом рейтинге самый большой – все-таки спинозавр. А гиганатозавр на почетном втором месте. Гиганатозавры были очень опасными хищниками и охотились на крупных травоядных динозавров. Чтобы поймать добычу, они развивали довольно большую скорость – до 50 км в час. У этих динозавров была развита система гребней на черепе, что увеличивало его прочность в бою. По внешнему виду гиганатозавры напоминают широко известных тираннозавров. Гиганатозавр, возможно, был еще более устрашающим, чем его известные родственники. И дело не только в том, что он немного превосходил по весу тираннозавра Рекса. Представьте себе огромного ящера, который мог весить около 10 тонн. Это больше, чем масса двух африканских слонов или даже небольшого самолета. А ведь самки гиганатозавров были еще тяжелее самцов. Неудивительно, что этот гигантский южный ящер так быстро стал знаменитым и был представлен главным чудовищем в фильме «Путешествие к центру Земли». А вы успели заметить, что мы не поговорили только о трех самых опасных исчезнувших монстрах? Бронзовым призером, занимающим третье место, становится циратозавр, один из самых узнаваемых представителей юрского периода. Этот хищник достигал в длину 8 метров и обладал внушительным набором характеристик, которые делали его опасным противником. Циратозавра отличали мощные задние конечности и впечатляющий рельефный рог на носу. Над глазами располагались два твердых выступа. По всей линии спины у циратозавров находились остеодермы – окостенелые выступы. Эти динозавры обитали поблизости от водоемов и охотились в основном на водных животных, но не брезговали и мясом наземных особей. Череп циратозавра был большим по отношению к размерам тела, хотя его нельзя было назвать самым крепким по строению. Челюсти были крепкими и наполненными большими острыми зубами. Запоминающийся и устрашающий внешний вид сделали из этого динозавра настоящую знаменитость. Он часто появляется в современных фильмах и книгах. Интересно, что ученые до сих пор спорят о том, как именно выглядел циратозавр. Дело в том, что все найденные останки динозавра фрагментарны, и это затрудняет реконструкцию его облика. Однако можно с уверенностью сказать, что циратозавр был одним из самых опасных хищников своего времени. Второе, но не по значению места, я решил отдать корнотавру. Это один из немногих видов динозавров, о внешности и анатомии которых мы можем судить с высокой степенью достоверности, благодаря полному скелету. Этот ящер обладал внушительными размерами. Длина его тела достигала 8 метров. Он передвигался на мощных задних конечностях, а передние были сильно редуцированы и практически не использовались. Корнотавр не был самым крупным динозавром, и у него не было огромных зубов. Но это не значит, что он был безобидным. Напротив, большое количество мелких и острых зубов позволяло ему легко расправляться с добычей. А сравнительно слабый череп обладал развитой подвижностью. Поэтому корнотавры могли глотать крупные куски мяса и даже некоторых животных целиком. Благодаря своей скорости и точности, а так корнотавры контролировали большие территории. Могу представить, как вы ждете победителя. Не буду вас томить. Встречайте! Почетное первое место достается терезинозаврам. Уникальные существа, которые населяли нашу планету в меловом периоде. К сожалению, из-за отсутствия полных скелетов невозможно полностью восстановить их внешний облик. Однако, на основе имеющихся данных, можно предположить, что эти динозавры были весьма внушительными по размеру. Передние конечности терезинозавров были очень длинными. На каждой передней лапе располагалось по три гигантских когтя длиной около одного метра каждый. Задние конечности имели четыре опорных когтя. Ученые предполагают, что терезинозавр был преимущественно травоядным. Но для чего ему были нужны такие устрашающие когти? Одна из гипотез гласит, что они служили оружием в схватках с плотоядными особями. Эти приспособления на длинных конечностях явно давали терезинозаврам значительное преимущество в бою. Вы сильно удивитесь, но представители этого вида внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые странные динозавры. И это неудивительно, ведь их образ жизни и особенности строения до сих пор остаются загадкой для ученых. Этот топ-10 помог мне в очередной раз убедиться, что динозавры – удивительные существа, которые восхищали человечество на протяжении веков. Хотя они никогда не жили бок о бок с людьми, мы все равно можем представить, как это могло бы быть. Палеонтологи провели множество исследований останков динозавров и выяснили, какие у них были способы защиты и нападения. Эти открытия позволяют нам лучше понять, какими были эти древние животные. Надеюсь, из этого рейтинга вы узнали много нового и интересного. Хотите удивлять и радовать людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который вдохновляет. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать интересные сценарии, будем рады видеть вас в команде. Пишите нашему телеграм-боту и давайте делать мир ярче вместе.